здравствуйте друзья меня зовут александра постнова и сегодня я делаю для вас очередной сорт об обзор сорта очередного филадендрона и конечно же я рада видеть вас на моем канале закорнял цветочник сегодня у нас герой ролика филадендрон маме вот здесь не возникает сомнений в том что это ли она потому что ну потому что не возникает в этом сомнений значит у меня идет почему-то ассоциация вот этого сорта с кувшинкой не знаю почему хотя на кувшинку он не очень похож но тем не менее у него очень нежные листья конечно же которые ну вот эти вот физические повреждения они к сожалению имеют место быть как у всех нежных растений то есть я вот когда заказываю по картинке я не вижу нежный лист у него или нет могу только предполагать но само собой я не всегда угадываю я почему-то думала что лист у него плотный лист у него нежнейший можно сравнить с некоторыми сортами аллаказий и даже не знаю с чем с бегоний лиственным то есть он прям нижнючий нижнючий тоненький тоненький что он у нас из себя представляет ну как я уже сказала лиану лиан из которой сыпется песок видите в процессе транспортировки есть воздушные корешочки которые вы можете не выращивать лиану вы можете пустить его по земле он будет сам с вами крышочками укореняться и будет ползти у вас таким наземным растением соответственно будет так идти идти заполонять собой все пространство но песок это конечно же шутка что с него сыпется потому что во время транспортировки растения обмениваются опыляются переопыляются грунтом это всего лишь навсего грязь него очень интересное основание листа то есть она вот с такими мягкими зазубринками широкими получается у нас такой необычный прямоугольник по форме лист сердцеобразный съели заметной розовой окоемочкой то есть она есть но ее нужно очень постараться чтобы разглядеть но наверное мои обзоры сортов направлены на то чтобы показать вам вообще как можно смотреть на растение что можно обращать внимание на одно можно на другое сам лист неравномерный то есть он не гладкий у него есть выпуклые части есть такие скажем овражки на листиках и в принципе сейчас я попытаюсь немножечко под развернуть он все равно неровный с обратной стороны это тоже очень хорошо видно что там за пятно это просто грязинка на него упала светло такой серо-зеленый листик с обратной стороны и конечно же темно-зеленый центр и серебро основание и более легкие зеленые такие более светлые зеленые окоемочки вокруг серебра сорт на мой взгляд очень интересный но вот с какой стороны на него не посмотри но скажите на кувшинку похож прям не хватает маленькой лягушечки которая будет сидеть со стрелой во рту и ждать своего не вам царевича конечно же как у всех ну как у большинства растений особенно ампельных у нас новый лист появляется из середины предыдущего листа поэтому если не дай бог у вас что-то случается с последним листом отрежьте его максимально близко чтобы вот эту вот почку листа не загубить и дать возможность ему продолжить расти дальше ну не знаю что вам еще рассказать уход за филдендронами у нас в принципе одинаковый посмотрим что нам пишет садовник про него ну во-первых садовник пишет что этот филдендрон принесет вам счастье поэтому друзья кому не хватает счастья я думаю что это будет вашим талисманом на всю оставшуюся жизнь которую у вас будет расти значит свет полурассеянный то есть не прямые солнечные лучи ну как я уже повторюсь еще раз лист очень очень нежный для нежных листьев прямые солнечные лучи грозят ожогами температура не ниже 15 оптимально до 25 полив умеренный раз в неделю то есть пролили высушили не держим его в болоте иначе он сгниет очень толстый стебель соответственно филдендроны у нас как правило могут сгнить но не засохнуть это их такая вот характерная особенностью там листик я нашла который попал в грунт и соответственно немножечко подгнил совсем молоденький так понимает а от череночков были вот такие малыши но они ему уже явно ни к чему так что друзья филдендрон сорт мамы прошу любить и жаловать на этом я обзор сорта заканчиваю прощаюсь с вами до новых встреч